Здравствуйте, я приветствую вас на канале TranslatorsCafe.com. В этом выпуске канала TranslatorsCafe.com вы увидите, как можно самостоятельно посмотреть свою электрокардиограмму с помощью платы на одно отведение на микросхеме AD8232 в комплекте с проводами и электродами. Вначале скажем всё, что полагается говорить в начале подобных сюжетов. Конечно, я не доктор и не могу давать медицинские советы. Конечно, показанное устройство не может быть использовано в качестве диагностического инструмента. Конечно, только умный доктор может поставить правильный диагноз. И, конечно, при очень неудачном стечении обстоятельств, если вдруг сетевое напряжение случайно окажется на электродах, а ваше тело в этот момент случайно окажется заземлённым, этот эксперимент может оказаться последним в вашей жизни. Короче, если будете его повторять, важно понимать, что вы делаете. Что такое электрокардиограмма? ЭКГ – это результат неинвазивного теста, позволяющего зарегистрировать электрическую активность сердца. Кардиограмма – это график зависимости изменения напряжения на электродах от времени. Зачем это нужно? Электрокардиография представляет собой недорогой метод инструментальной диагностики сердца, позволяющий проверить его работу и определить нарушения в ней. Как снимают кардиограмму? Для получения кардиограмм к груди и конечностям пациента прикрепляются электроды, с которых снимаются и записываются сигналы электрической активности сердца. Электрическая система сердца управляет генерацией и распространением электрических сигналов по сердечной мышце, в результате чего сердце периодически сокращается и расслабляется, перекачивая кровь. В процессе цикла работы сердца происходит упорядоченный процесс деполяризации. Деполяризация – это резкое изменение электрического состояния клетки, когда отрицательный внутренний заряд клетки становится на короткое время положительным. В сердце деполяризация начинается в специализированных клетках водителя сердечного ритма, в синусно-предсердном узле. Далее волна возбуждения распространяется через атриовентрикулярный или предсердно-желудочковый узел вниз к пучку гиса, переходя в волокна Пуркинье и далее приводит к сокращению желудочков. В отличие от других нервных клеток, которые не способны генерировать электрический сигнал в автоколебательном режиме, клетки синусно-предсердного узла способны создавать ритмичный электрический сигнал без внешнего воздействия. Точнее, внешние воздействия, например физическая нагрузка, влияют только на частоту колебаний, но не нужны для запуска этого генератора. При этом происходит периодическая деполяризация и реполяризация клеток водителя ритма. Работу этих клеток можно смело сравнить с работой мультивибратора в автоколебательном режиме. В электрокардиостимуляторе также имеется генератор стабильной частоты, выполняющий роль синусно-предсердного узла, примерно такой же, как в указателе поворота автомобиля. Впрочем, это упрощение. А мембраны живых клеток действуют как конденсаторы. Правда, есть и разница. Из-за того, что процессы в клетках электрохимические, а не электрические, деполяризация и реполяризация в них происходят намного медленнее, чем в конденсаторе той же емкости. Расположенные на теле пациента электроды обнаруживают небольшие изменения потенциалов на коже, которые возникают вследствие деполяризации сердечной мышцы при каждом ее сокращении. В отличие от обычной кардиограммы с 12 отведениями, которая снимается с помощью установки 10 электродов на конечности и грудь пациента, в нашем эксперименте для простоты мы будем использовать только 3 электрода, 2 из которых помещаются на грудь и 1 на правую ногу. Можно также и этот электрод установить на грудь. Отметим, что напряжение на электродах будет в диапазоне от 100 микровольт до максимум 5 милливольт. Отметим также, что отведением в электрокардиографии называется разность потенциалов между двумя и более электродами на теле пациента. В этом эксперименте мы будем использовать плату кардиографа на одно отведение на микросхеме AD8232 в комплекте с проводами и электродами, подключенную к управляющему компьютеру Ардуино. Данный набор удобен тем, что в нем есть все, что необходимо для эксперимента – сама плата, провода и электроды. Ардуино используется только для подачи питания на плату и для передачи информации с нее для просмотра на компьютере. Вместо компьютера можно запитать плату от двух батареек АА, а кардиограмму просматривать на осциллографе. Для безопасности мы воспользуемся ноутбуком, работающим на батарее без сетевого блока питания. Микросхема AD8232 разработана компанией Analog Devices несколько лет назад. В ней есть все, что необходимо для съема, усиления и фильтрации, возникающих в результате работы сердца биоэлектрических сигналов в условиях сильных помех, превышающих уровень сигнала в десятки раз. Из-за сильных помех просмотреть кардиограмму на экране обычного осциллографа невозможно, поэтому для измерения напряжения между двумя проводниками с полезным сигналом в противофазе и при наличии сильной синфазной помехи необходим дифференциальный усилитель. Он усиливает только разность сигналов на двух входах и не усиливает синфазную помеху. Данный метод позволяет значительно уменьшить шум. Эту плату можно также использовать для электромиографии. Электромиография – это регистрация биологических потенциалов, возникающих в скелетных мышцах при возбуждении мышечных волокон. Этот метод используется для медицинской диагностики и для многих других целей, например, для создания электромиографических человекомашинных интерфейсов. Например, можно поместить электроды на руку, двигать пальцами, а программа определит, какой палец двигался. Эту информацию можно использовать для управления роботизированной рукой. Или, например, можно использовать сигналы, снятые с установленных на лбу электродов, для управления инвалидным креслом, виртуальной клавиатурой или для игры на компьютере. Эти же сигналы можно использовать для управления автомобилем или трактором с помощью движения глаз. В этом видеосюжете мы попытались показать, что можно просто и с помощью совсем недорогой платы кардиографа посмотреть свою кардиограмму и электрические сигналы, образующиеся при сокращении мышц. Спасибо за внимание! Если вам понравилось это видео, смотрите другие видеосюжеты канала translatorraskafé.com и не забудьте подписаться на наш канал. Все видеосюжеты translatorraskafé.com сняты на русском и английском языках. Они снабжены субтитрами на этих языках, поэтому их можно эффективно использовать для изучения технического английского языка. Субтитры создавал DimaTorzok